Назад в будущее. Размышления, навеянные гербом Советского Союза. Будущее. Каким мы его видим? Жизнь наша сейчас безрадостна и очень тяжела. Тяжко жить в темнице, где каждый твой шаг под контролем, где подавляют твою волю и ущемляют свободу. Но человек всегда свободен в своих мыслях и мечтах. Их полет не подвластен никому, кроме Бога. Я гляжу на герб страны, канувший в небытие. Какое теплое он вызывает чувства. Герб, которым колосья, как руки, обнимают шар земной. Герб, в котором золотое солнце встает, предвещая новый день, светлую радостную жизнь. Герб, в котором труд, именно труд на благо всех, а не тяжкая работа и ради куска хлеба отражается союзом серпа и молота. Это, наверное, единственный герб на планете, которым нет намека на агрессию и воинственность. Страна, имеющая герб с колосьями и восходящим солнцем, не может быть агрессором. Она стремится к мирной, светлой жизни. Вспомним эту страну, в которой мы родились, в которой жили и взрослели. Может, и не все, но мое поколение рождено и выросло в этой стране. Страна – один общий дом, в котором все народы – братья, в котором заботились о старом и малом, в котором воспитывали новые поколения, давая им отличное образование и путевку в жизнь. Не важно, кто ты по крови. Все мы были советские люди. Люди, несущие в своем сердце любовь к своей великой стране, гордость за нее и веру в светлое будущее. Единый духов народ. Страна развивалась, укрепляла свою мощь, оказывала помощь всем нуждающимся в ней. Одного мне не хватало – Бога. Хотела бы я жить именно в той стране? Честно сказать – нет. И ни за нехватки материальных благ. Там зародилась ложь, которая и привела к распаду великой страны, великой в своей идее равенства и братства всех народов. Глядя на герб Союза сегодня, я думаю о будущем, о светлом и радостном будущем нашей страны, нашего народа. Почему именно о нем, я думаю, глядя на герб? В нашем будущем будут братские отношения между людьми и народами. Человек человеку друг и брат – этот лозунг мы обязательно возьмем в будущее. Равенство всех и каждого перед Богом. Равенство во всем, в правах и обязанностях, в ответственности за себя и за свою страну. Ведь решать ее судьбу будем все вместе. Каждый примет участие в управлении страной. Будут равны возможности развития каждой личности, ведь каждый человек ценен для страны и общества. Никто, повторяю, никто не посмеет подавить волю человека и ограничить его свободу. В сердце каждого будет тепло и ощущение одной великой семьи, гордость за страну и любовь к своему Отечеству. Зажжется на над страной и над планетой, восьмиконечная звезда любви и совершенства. Народ, единый народ, решает сам судьбу своего Отечества, управляемого Богом. Пришло время нам решать, какое будущее мы хотим. От нашего решения и желания зависит, какой мы увидим страну нашей мечты. Создатель ждет нашего решения, чтобы запустить процесс. Идет общенародное обсуждение новой идеологии человечества. Приглашаем принять участие в дискуссии и ждем ваших предложений на сайте доктрина.инфо. Давайте творить будущее вместе. доктрина.инфо.